Как нарисовать цветы акварелью и не закопаться в детали, оставить их легкими, а не уйти в дебри ботанического скетчинга? Сегодня мы рисуем акварельный скетч с цветами, не переключайся. Меня зовут Наташа Соболева, я скетчер-художница, живу в Израиле, воспитываю двоих котов. И это мой канал о скетчинге, о техниках, о различных лайфхаках, как научиться рисовать скетчи, научить себя рисовать скетчи и находить время на регулярное творчество. Подписывайся, а мы идем рисовать. Мы рисуем альстромерию, я этот цветок называю просто маленькой лилией, потому что вообще не могу запомнить его название. И для этого нам понадобится акварель. Мы будем рисовать цветы, которые не цветные, хотя они бывают разных оттенков, а с белыми лепестками и с желто-оранжевыми сердцевинками. И для скорости будем здесь использовать технику пятна. Поэтому я сразу намечаю желтым цветом, во-первых, сердцевинки цветков, во-вторых, те места, в которых эти цветки будут располагаться. Они у нас, видите, совсем такие некрупные. У меня здесь акварельная бумага плотностью 300 грамм, но это чистая целлюлоза, она не очень качественная. Поэтому бумагу берем любую акварельную. И дальше я начинаю добавлять розовый цвет в те места, где у нас уже есть желтый. То есть мы, по сути, немножко на желтый перекрываем, но оставляем его светиться. И этим розовым уже намечаем как будто бы направление наших будущих лепестков. Потому что сейчас мы пока не рисуем лепестки, мы рисуем вот такой внутреннюю тень лепестков. А все, что сверху, это все будет белое. Мы это наметим уже лайнером, оставив просто цветом бумаги. И таким образом у нас родятся как раз белые альстромерии с розово-желтыми сердцевинками. Я немножечко могу размыть какие-то отдельные части, потому что я не очень люблю такие четкие линии. Люблю, когда есть место и для четких линий, и для таких воздушных пятен. Видно, как красиво потек в верхнем левом углу такой розовый цвет. И начинаю немножко добавлять зеленого. И мы в целом переходим к зеленому, потому что нам нужно обозначить листики и веточки. Там есть несколько листиков, которые прям заходят на бутоны и торчат из них. Поэтому я прошлась и немножко добавила пятен. Как раз вокруг наших будущих цветов. Сразу мне здесь, пока мы еще работаем с желтым, хочется добавить какой-то экспрессии. И я просто беру цвет на кисточку довольно влажную, стучу по ней, тем самым добавляя брызги. Где-то помогаю краске немножко растечься, там где мне вот хочется. Еще добавляю немножко брызг сверху. Тоже обратите внимание, что здесь брызги идут по диагонали. Из левого нижнего угла в правый верхний угол, что добавит больше динамики нашему скетчу. И мы с вами потихонечку начинаем переходить к стеблям и листочкам. Когда мы рисуем стебель, важно, что если мы не берем кисточку. А я здесь все рисую одной кистью среднего размера. Это где-то у меня тройка кисточки от Монмартр. То мы стараемся не давить на них, когда рисуем стебель. А вот когда мы рисуем уже листик, то мы наоборот рисуем это плашмя всем ворсом кисточки. И здесь как раз можно за этим наблюдать. Потому что стебель нам нужен такой максимально тонкий. А вот листочки уже плотные. И классно, когда мы рисуем скетч, рисовать их как раз вот таким одним мазком. Не делать сначала контур, потом его закрашивать. А сразу просто надавить на кисть и создать вот такое красивое пятно. Также добавляю еще несколько веточек. У нас, видите, там третий цветок с левой стороны, он тоже каким-то образом прикреплен. Еще тоже длинные листики. У альстромерии есть такие довольно длинные вытянутые листы. И, конечно же, нам нужно добавить еще для цветков, которые у нас находятся с правой стороны, и листочки, и наши стебли. Пока я добавила листок, который крепится к основной ветке. И еще один. Кстати, тоже интересно, что альстромерия как раз растет ветками. То есть у вас на одном большом стебле в верхней части будет разветвление, которое будет вести к каждому отдельному цветку. Показываю тоже подложки основания. Я где-то добавляю цвета еще для отдельных листочков. И дальше мы с вами можем еще чуть-чуть, точно так же, как мы делали с цветами, с бутонами, немножко размыть. Точно то же мы можем сделать с листьями. Опять же, вот в верхней части в мокрую бумагу очень красиво начал втекать листочек и там где-то соединяться с розовым. И поскольку у нас здесь будет еще лайнер, мы можем не все стебли прорабатывать. Вот я оставила для правых цветов пустое место для стеблей. И вместо этого прошлась еще более ярким розовым, для того, чтобы показать самые такие глубокие собственные тени внутри у наших маленьких лилий, там где такой самый яркий розовый цвет. И поэтому я таким достаточно влажной кисточкой прохожусь и как раз для себя намечу в будущих пятнах, где именно будут находиться мои цветы. И тоже, видите, интересно, что сразу начинают больше играть наши цветы, когда мы добавляем яркого цвета. Акварель, понятно, теряет свою яркость при высыхании. И поэтому можно сделать еще такой один маленький слой и добавить еще больше пигмента. Вот то же самое я сейчас делаю как раз на листочках, потому что вижу, что они тоже стали более светлыми, а хочется, чтобы цвет был понасыщеннее. И мы с вами заканчиваем с пятнами. Это наша подложка. И переходим к лайнеру, или он еще называется линер, или ручка, рапидограф. У меня он такого среднего размера, здесь где-то 0,3 или 0,4. И я начинаю с того, что намечаю отдельные лепесточки каждого бутона нашей альстромерии. И видите, вот этот вот лепесток, который вообще непонятно, что это, он просто крепится к цветку и как бы на выворот лицом к зрителям. И поэтому он выглядит как такой треугольничек, потому что на самом деле большая его часть скрыта внутри бутона. И видите, я немножко отступаю от тех самых пятен, которые мы рисовали внутри. И для того, чтобы дать белый цвет цветку. То есть белый цвет мы стараемся оставлять белой бумагой. И потихонечку вот намечаю как раз лепестки. Стараемся тоже следить за поворотом и наклоном каждого отдельного лепестка, чтобы они все у нас смотрелись гармонично, чтобы не было такого, что знаете, у нас все лепестки смотрят на нас фронтально, как будто это ромашка. Такой большой секрет рисования цветов, листьев в том, чтобы следить за тем, как они находятся в пространстве. Они находятся, ну, то есть мы можем на них посмотреть прямо, фронтально, мы на них смотрим немножко сбоку, в общем, как они находятся относительно нас. И вот таким образом я достраиваю к одному лепестку еще и другой лепесток, оставляю белую бумагу, слежу за тем, чтобы вот этот внешний контур, он был таким волнистым, потому что волнистым, потому что у нас внешняя часть цветка, она, ну, то есть вот верхняя часть лепестка, она тоже такая довольно волнистая, она неровная, и это как раз нам намекает и показывает на то, что же это за такой, за цветок, и делает вот отсылку к альстромерии, потому что у нее как раз вот это не гладкая история у лепестков, которые как раз есть у лилии, а вот такая немножечко кудрявая. Так, достраиваю бутон, который повернут к нам фронтально. Вот видите, сейчас становится понятно, почему у нас к сердцевинке не был прикреплен вот этот зеленый стебель и бутон, потому что у нас там еще вот эта часть, кусочек белой бумаги, просвет между ними, это был кусочек лепестка. То есть вот такое планирование заранее, где у вас будет белая бумага, оно, во-первых, очень ускоряет ваш процесс скетчинга и немножко убыстряет мысль. То есть мы сначала подумали, прикинули, а потом мы просто набрасываем наши пятна, стараясь сохранить максимально белую бумагу. Кстати, еще внутри у альстромерии есть такие маленькие тычинки, в этом они как раз похожи с лилией. И акварелью я решила их не наносить, но зато классно можно показать их с помощью лайнера. Поэтому я ставлю такие точечки и провожу линию к самой-самой сердцевинке, для того, чтобы показать там как раз вот такое количество деталей. И внутри у альстромерии есть еще такой небольшой принт из точечек, из таких прожилок, и я как раз их сейчас показываю на лепестках. То есть они не там не чисто белые, не розовые, а у них есть такая небольшая, небольшой узор на лепесточках. И тоже важно не размечать его по всем цветам, а наметить буквально больше сосредоточиться на двух лепестках, например, из целого цветка, и по парочке штучек нанести на остальные лепестки, чтобы работа наша не была перегружена с одной стороны, с другой стороны, чтобы не отняла у нас много времени. Потому что мы же все-таки стремимся к тому, чтобы рисовать быстро и легко, создавать быстрые скетчи. А я тем временем перехожу уже к следующему пятну, из которого сейчас родится цветок. Точно так же отступаю от пятна буквально там небольшое такое пространство, для того, чтобы показать белую часть лепестка. И потихонечку их соединяю в нашем пятне, которое мы как раз задумали для сердцевинки, чтобы оно стало нашей сердцевинкой. Этот цветок к нам развернут, то есть с одной стороны мы видим его центр, но при этом он как будто немножко сбоку располагается. И как я уже говорила, что не для всего нужно рисовать всегда обязательно стебли. Может быть такое, что вам сложно сделать тонкую линию акварелью, поэтому вы можете отдельные части стеблей сделать просто лайнером, и это тоже будет такое интересное дополнение, и еще больше облегчать работу, показывать все-таки, что это скетч. Здесь я тоже намечаю вот те самые прожилки, которые у нас есть на альстромерии, не прожилки, а такая в такую фактурку. Мне хочется сказать, что это какой-то леопард, но все-таки нет, хотя на самом деле, если так присмотреться, то можно где-то увидеть сходные части в плане принта. Так, здесь второй цветочек, третий вернее, мы смотрим на него больше сверху, и переходим к последнему цветку, который у нас как раз такое ощущение, как будто отвернут и находится на самом заднем плане, поэтому мы его не будем супер детализировать, но все же наметим его форму, покажем, что он там есть, покажем там какие-то отдельные элементы внутри, потому что несмотря на то, что он у нас далеко, у нас здесь не так много элементов, чтобы мы могли, ну вот прям совсем оставить его пятном, то есть если бы здесь был еще один цветочек, я думаю, что в целом можно было бы его оставить пятном. Мы проработали наши бутоны, и теперь нам нужно пройтись и немножко детализировать листики, хотя на мой взгляд, вот сейчас уже читается абсолютно, что это альстромерия. Если мы пока с вами, даже если вы не знаете название этого цветка, вы приблизительно уже узнаете, что это за цветок. И даже если у нас нет времени на доработку листочков, то в целом, благодаря пятнам, благодаря небольшому количеству лайнера, мы уже понимаем, что это за цветок. Я прохожусь, создаю внешний контур для пятен, и показываю прожилки, которые находятся внутри листочков. Здесь я добавила, кстати, несколько линий вертикальных вдоль листочка. И это тоже выглядит так очень классно. Тоже можно в листочках, важно передавать, если есть какие-то изгибы и повороты, потому что это тоже всегда смотрится очень эффектно. Но обратите внимание, тоже как этот скетч сейчас дополняют те брызги и те переливы цвета, где у нас краска текла, потому что мы смачивали специально для этого бумагу. Я лично вообще обожаю такие эффекты. Это просто моя любовь. И на самом деле для того, чтобы тренироваться их создавать, это такая тоже большая практика. Я там добавила, продлила немножко стебель с помощью лайнера и показала, что он туда ушел куда-то к самому нашему первому бутону за цветок. Добавляю немножко еще листочков, к ним контур. У нас лайнер всегда помогает собирать наш скетч воедино. Потому что даже если у вас пятна какие-то супер разрозненные, их не получается соединить, то вы можете потом в итоге взять лайнер, соединить это все в единую форму. Это будет выглядеть прям очень-очень классно и очень интересно. Кстати, вот мы сейчас в целом заканчиваем уже нашу работу с лайнером и может оказаться, что акварель полностью высохла и вам снова не хватает какой-то яркости. На этом этапе тоже можно снова взять акварель и немножко добавить ее, используя технику лисировки, добавить каких-то небольших, совсем небольших пятен цвета. Вот мне, например, там захотелось добавить еще пятно, которое я уже не буду дорабатывать, и пятно сзади, которое уже будет просто, вот как будто это такой второй план, где есть цветы, но мы их уже не видим. И точно так же могу немножко так, цвета, размытия, добавить внутри тех бутонов, которые у нас есть уже. Видите, это такой простой легкий скетч в технике из двух шагов, где сначала мы разбираем все на части, отдельно пятна, отдельно белая бумага, и на втором этапе собираем все с помощью лайнера. И не забываем здесь брызги, размытие и белую бумагу. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Делись своей работой со мной в моем инстаграме, отмечай меня, я обожаю смотреть на ваши работы. И пиши в комментариях, какой урок ты еще хотела бы, чтобы я сняла.